Всем привет! С вами Никита Воробьев. В этом видео я хотел бы показать вам такой чудесный самолет Хунг-Фун называется. В скором времени я выложу выпуск, как его можно сделать самому. Выложу чертежи. Также этот самолет вы можете купить у меня. Я такие произвожу. Также вы можете заказать любую модель. По вашим чертежам я ее изготовлю. Значит, модель изготовляется у меня из пенопласта почти целиком, 5-миллиметрового. Можно использовать подложку под ламинат, либо потолочную плитку. Значит, модель типа летающее крыло, значит, всего 2 элевона. Мотор тут стоит А2212 такой, 1400 оборотов на вольт. И на пропсевере стоит пропеллер 8х6. Пропсевер, кто не знает, это вот такая вот штука, чтобы при падении не ломалось пропеллер. Регулятор стоит бюджетный очень у меня на 30 ампер. Ну, нейм с Алиэкспресса. Вот у меня тут очень плотно, комплектонно, не очень удобно. Значит, вот он там торчит, плохо видно. Вот. Значит, на модели стоит 2 серомашинки всего и, следовательно, микс стоит релеронов и руля высоты. Как делать микс, я покажу в отдельном видео. Значит, ну и, соответственно, занимает всего 3 канала вместо 4 у меня управления. Далее, значит, переворачиваем. Вот у меня такая расцветочка. Здесь обязательно надо сделать укрепление бальзой, потому что после неудачного опыта у меня оторвало вместе с антенной вот эту вот часть. Так как был поставлен сейчас слишком мощный мотор на 22-12, в принципе, не так сильно дергает. Вот если поставить и такие, ничего вырывать уже не будет. До этого было просто соединение с маленькой площадью. Вот здесь у меня на липучке уже не на скотче. Вот здесь такой приемник радиолинк АТ-9. АТ-9. Значит, приемник R12DS 12-канальный. Не знаю, зачем так много на крыле. Аккумулятор, секундочку, сейчас вытащу. Это Dragon аккумулятора. Сейчас, одну секунду. Значит, аккумулятор на 1000 мАч, по-моему, 75C, трехбаночный. Сейчас, одну секунду. У меня тоже не слишком удобно закреплен. Вот тут, к сожалению, заклеена липучкой, поэтому не видно. Но вот такой аккумулятор Dragon очень хороший, мне понравился. Тоже XT-60 разъем в стоке был сразу. То есть, я его не переделывал. Вот. Далее, значит, в самолете вот так идет через все крыло карбоновая рейка. Вот здесь вот еще одна, ну, точнее, с этой стороны тоже такая же есть, просто ее не видно. Я немножко запенил уже после аварии. Далее. Еще идет карбон вот здесь, вот так вот. Ну, именно не по этой кабинке, а, то есть, по крылу. Оно цельное у меня. А вот здесь еще можно поставить дополнительную опору, но смысла в ней нету, так как она отваливается раньше, чем вот эти штуки. А эти, они, кстати, до сих пор ни разу не отломились. Даже странно. Так, значит, модель очень шустра. Можно использовать как бойцовку. Можно еще, я тут поставил не слишком большие расходы, то есть, механически. Можно кабанчики еще пустить на низко отверстий. Или самому еще даже дополнительно проделать. То есть, вот там еще три отверстия свободных целых. Можно сделать такие тяги. У меня из проволочки бюджетненькие. Можно, в принципе, из карбона сделать, но смысла особого нету, потому что расстояние маленькое, проволока не погнется. Так что пока все окей. Вот, кстати, вот эта карбонова рейка идет. Значит, вот здесь еще усиление идет, то есть, из двух слоев крыло состоит. И здесь закруглено оно. Крыло также можно, в принципе, использовать как тренер, но я этого, ну, не рекомендую, потому что управлять им достаточно сложно. И, ну, я бы не стал начинать это с первой модели. Но, в принципе, если уменьшить расходы, то можно и попробовать, поэкспериментировать. Так как модель достаточно бюджетная, без пульта и приемника, ее себестоимость будет где-то секундочку. Сейчас я посчитаю. Ну, в общем-то, аккумулятор стоит в магазине где-то тысячи полторы, мотор плюс регуль тысячу и сервы еще рублей триста. Но, получается, в принципе, где-то три тысячи, ну, три пятьсот, может быть, если учитывать еще пенопласт, ведь нужен клей, карбон, бальза, скотч, там, всякие мелочи. Модель, кстати говоря, обклеена именно скотчем, вот такая наклеечка, а то он бы у меня висит. Вот, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будет очень интересно. В следующем выпуске я хочу посвятить мои дрифт-модели, во-первых, а, во-вторых, хочу еще сделать после этого, как сделать вот такой вот самолет. Но это будет не так скоро, так как нужно время будет на монтаж, то есть, понимаете, это уже более сложная работа, чем это. Нужно будет время на съемку, на сборку на саму, а так как сборка занимает где-то два дня полная, а так еще со съемками может протянуться еще дольше. Вот, в общем, спасибо большое за просмотр, подписывайтесь, делитесь видео, ставьте лайки, для меня это огромная поддержка и мотивация. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.